Особая благодарность оставшимся сидельцам. Я хочу сказать, что Николай Михайлович Карамзин ввел в русскую речь слово «личность». Казалось бы, не особая заслуга, не огромное событие. Тем более, что в 18-м, начале 19-го века славотворчеством занимались все. Тредяковский, Ломоносов, Шишков, Пушкин. Да и сам Карамзин подарил нам целый венок благоухающих слов, таких как промышленность, словесность, благодетельность и так далее. В чем же заслуга Николая Михайловича Карамзина, который ввел это слово в русскую речь? Дело в том, что в ту пору русская философия, как и европейская, томилась исканием нового слова. Уже была описана некая реальность, но не было наименования. Как обозначить человека высокой меры? Как соотнестись с человеком, про которого Гамлет мог бы сказать? Он человек был в полном смысле слова. Такого слова не было ни в русском языке, ни в английском языке. Конечно, в английском языке существовало слово «personality» с 14 века, использовалось известное слово «persona», но ни то, ни другое слово не отвечало поставленной задачи. Это особенно заметно при анализе работы Джона Лока о человеческом разумении. Локк пытается как раз решить эту задачу. Он думает о проблемах идентичности, о том, как назвать человека, который на протяжении всей своей жизни сохраняет определенное духовное содержание, не зависящее от времени и места. И такого слова не находят. Его не устраивает слово «persona», потому что это слово выражает определенную экземплярность, маску, но не имеет конкретного индивидуального содержания. Его не устраивает слово «personality», потому что в ту пору это слово означает просто указание на экземплярность человека. Точно так же, как у Канта, слово «личность» в его тематических указателях часто сопровождается запятой, и там дальше следует слово «лицо». То есть, по сути дела, речь идет не о том содержании, которое пытался взыскать Джон Локк, а о обычном человеке. И так даже наши отечественные переводчики, например, Александр Леонидович Соботин, оставили кальку, не переведя ее на русский язык. И калька это звучит так – «персональное тождество». То есть, тождество, ну, каждое живое существо, как и камень, сохраняет свою самотождественность. Но персональное тождество – это как раз указание на личностность, на особость. Но у Джона Лока это слово так и не появилось. Недавно Андрей Дмитриевич Сухов выпустил свою книгу, наш коллега, «Русские философствующие историки». Там философии нет, по существу. Рассказывается о том, что наши историки иногда почитывали Канта, общались с видными мыслителями европейскими. Но особенно обидно за Карамзина, потому что, на мой взгляд, Карамзин соответствует всем критериям этого высокого статуса, статуса философа. Именно это я и пытаюсь доказать в своем маленьком выступлении. После того, как Карамзин ввел это слово, в «Русской философии» произошел радикальный поворот. Все русские философы – Соловьев, Лоренский, Бердяев, Гершинзон – начали разрабатывать эту тематику. А для этого все-таки в постановке вопроса сам Николай Михайлович был гораздо глубже, чем остальные, поименованные мною авторы. Личность была обвешана целым арсеналом разных добродетелей. Среди них личность социализирована, духовна, ответственна, целостна, свободна. И все эти характеристики рассматривались как рядоположенные. То есть личность имеет весь этот социальный набор. Я с большим уважением и почитанием отношусь к Марине Федоровне Быковой. Я читал ее материалы «Встречи Карамзина с Кантом». Я полностью согласен с тем, что в этом разговоре Кант сохранял почтительное отношение к классику европейской философии. Я полностью согласен с тем, что Карамзин в это время не обнаружил тонкостей метафизических в беседе с Кантом. Но я абсолютно убежден в том, что историк, литератор и мыслитель понял содержание слова «личность» глубже, чем это случилось у Канта. И это достаточно сравнить, взяв работы Канта и некоторые соображения на этот счет Крамзина. Сразу хочу оговориться, что я не делаю в своем выступлении конкретных ссылок на работы Крамзина, цитаты, потому что это, по сути дела, попытка теоретической реконструкции концепции, философской концепции Крамзина. Крамзин показывает, что названные добродетели не выстраиваются в одну линеечку, потому что человек социализированный не всегда бывает духовным. Сама социализированность может быть чрезмерной, вытесняющей, как сказали бы мы сегодня, человеческую экзистенцию. Крамзин был человеком трагической судьбы и испытал на себе диктат социальности. Я очень благодарен Алексею Алексеевичу Крамзину, Крамурзину, который в своих предубилейных публикациях очень хорошо это показал. Крамзин был заложником той социальности, которая была избыточной, которая содержала в себе диктат. И поэтому, естественно, в своих работах Крамзин показывает, что избыточная социальность, ну, конечно, при всех его патриотических взглядах, не является добродетелью для личности. Духовная личность не всегда бывает социализированной. Описанный Николаем Александровичем Бердяевым образ отшельника, аскета, конечно, наделен духовностью, но не наделен социальностью, потому что он сознательно оборвал все свои социальные связи. В той же мере, дальше, после Крамзина, начинается более глубокая аранжировка этой темы. Темы внутренних противоречий, которые содержатся в этом самом определении личности. Личность – это не набор добродетелей, это не благоухающая фигура, а человек, который несет в себе целый ряд внутренних противоречий. В частности, Крамзин не согласился с мнением Лока, который полагал, что личностью мы могли бы назвать такого индивида, который сохраняет свою самотождественность на протяжении всей жизни, независимо от места и времени. То духовное содержание, которое позволяет сказать, это он, это человек, личность. Но, описывая фигуры полководцев, исторические персонажи, Крамзин показывает, что такое постоянство не является добродетелью. Человек просто, если он относит себя к личности, обязан испытывать преображение своей личности. Он не может сохранять одно и то же содержание во имя ложно понятой самотождественности, быть, можно сказать, консерватором, закосневшим человеком, потому что особым показателем личности является ее движение. Таким образом, можно сказать, что введенное Крамзиным слово не просто оказалось приятным неологизмом, оно создало персоналистическую традицию в русской философии. Оно перекинулось в Европу и позволило Николаю Александровичу Бердяеву в беседе с лидером персонализма Муньо показать приоритетность личности по отношению к обществу. Целый ряд новых идей были взяты из наследия Крамзина. Поэтому мне мнится, что так робко высказанное сегодня на конференции предположение о том, что Крамзин стоял у истоков русской философии, на самом деле не совсем справедливо по отношению к этой фигуре. Поскольку Крамзин был настоящим философом, глубоким мыслителем, во многом опередившим состояние философской мысли в Европе. В частности, конечно, введя это божественное слово, личность, исходящее от слова «лик», он задал целый вектор философской рефлексии, не только русской философии, но и европейской. Поставив те проблемы, которые потом будут иметь уструю постановку в экзистенциализме, например, когда те коллеги, с которыми был в эмиграции Бердяев, рассуждали о том, что чрезмерная социализированность может разрушить экзистенцию. Я, собственно говоря, хотел еще раз повторить, что мое выступление, которое, может быть, выглядит в какой-то степени полемичным, но сопровождается некоторыми еще и публикациями, открытыми для обмена мнениями. Я очень благодарен аудитории за то, что она меня выслушала. Спасибо. Я часть регламента оставил для Карамзинской бедной Лизы.